Конечно бы я хотела начать свой рум-тур вот с этой комнаты, потому что это будущее, моя спальня, но этот дом на этапе строительства, а показывать я буду вот этот домик и свою комнату там. Это домик на две комнаты, изначально он строился для гостей, но все переигралось и теперь этот домик я подарила маме, но пока мы живем здесь все вместе. Я, моя мама и мои двое детей. Сейчас покажу вам комнату, в которой обосновалась я и как я ее под себя оборудовала. Вот она, такая небольшая, но довольно уютная. Я начну с самого уголка, у меня всегда играют мантры, я очень люблю мантры, я люблю медитацию, но это отдельная тема. Так как места у меня мало и я за ответственное потребление, я не стала покупать дополнительный шкаф, я купила просто вот такую вот вешалку, но такую добротную и свои вещи развесила, разложила здесь. Летом, конечно, попроще, это пока нижняя свободная, но осенью и зимой, соответственно, она вся в свитерах и джинсах. Здесь висят такие вещи, как блузки, платья, но также есть верхняя одежда, как пальто, даже шляпа и вот у меня по бокам сумки шарфы. Но это, опять же, самое основное, что я надеваю, а все остальное у меня попрятано. Здесь есть у меня уголочек с обувью, это обувь такая, знаете, как не на каждый день, не повседневная, это в основном туфли и, в принципе, как бы все, вся такая обувь в коридоре при входе. Здесь у меня утюг, потому что глажу я довольно часто. Здесь коробки с сапогами, которые я вот только подоставала, ботинки, ну, мне пока складывать больше некуда. Здесь пресс-паки, которые присылают разные бренды и мой любимый бьюти-стол. У меня есть видео, я здесь оставляю вам где-то ссылочку, внизу оставляю ссылочку под видео. Если хотите посмотреть, что внутри, то можете посмотреть именно это видео. Хотя я переехала, не особо что-то изменилось, но кое-что изменилось. То есть, если вы хотите, я могу снять еще одно видео на тему бьюти-стола. Вот она я. И сейчас я вам покажу, как вот у меня тут стол этот включается. Тут есть такая вот кнопочка. Оп! И очень классно делать макияж и даже снимать видео. Вот видите, тут есть специально для камеры, для телефона такой держатель для того, чтобы можно было снимать бьюти-видео или какие-то видео в формате статистических таких. Это корзина для мусора. Но мусора не такого, знаете, как косметического или какой-то бумаги и тому подобное. Вот. Мне как-то так удобно. Кисти, цветы. Это приятно. Я читаю шандарам. Здесь обычно лежат книги, которыми я вот на данный момент пользуюсь, можно так сказать. То есть, то, что я читаю. Но читаю я обычно несколько сразу книг, но на данный момент пока только шандарам. Вот на очереди книги. Здесь мой диплом, которым я горжусь, скажу честно. Мне было очень приятно получить от Zaito Beauty.ua. Также тут я еще не купила рамку. У меня здесь есть сертификат. Я прошла такой старт тренинга в BTG. Поэтому мне как бы хочется тоже повесить, потому что очень было круто. Дальше. Зеркало, которое я в дальнейшем тоже хочу поменять. Здесь у меня под зеркалом тоже самое необходимое. Там в коробочках всякие мои штучки, дрючки. В верши коробочки находится... В общем, посылка для девочки, для своей подписчицы. Я часто в Instagram разыгрываю в последнее время. Надо еще чаще это делать. Сумка. Тут вот сумки, которыми я вот прям совсем-совсем часто пользуюсь. Также тут есть клачи. И вот такие вот тоже сумки, которыми я действительно часто пользуюсь. Компьютер. У меня здесь я купила в эпицентре два вот таких вот как пуфика. А внутри в одном колготки носки, в другом труселивчики. Ну, видите, некуда складывать, поэтому очень даже удобно. Диван. Вот эту вот вещь постирала. Она сейчас выглядит не очень. Покрывало я сейчас тоже постирала. И я обычно покрываю таким серым покрывалом под вот эту вот картину. Это картина моей мамы. Я ей очень горжусь. Мамой и картиной. Мне очень нравится. Она такая в сером оттенке. Она подходит под любой интерьер. Она очень круто и прям завораживает. Это тканевая картина. Моя мама, кстати, их делает. Если хотите, я могу узнать для вас. И вот у меня тут такой есть уголочек. Обычно вот эта вот ваза, когда она без цветов, она стоит вот там вот. Тут у меня для благовоний уголочек. Здесь от L'Oreal тоже такая звезда, которая точно так же горит. Часики, которые идут в обратную сторону. То есть отматывает время назад. Соответственно, мы молодеем. Здесь фонарик, который мне тоже очень нравится. Это тоже пресс-пак от Eiland. Он тоже горит. Очень симпатичный. Так вот он горит. Внутри здесь свечечки. Я очень люблю зажигать свечи. Вы, в принципе, могли обратить. Вот тут вот у меня. Они каждый день обязательно я зажигаю, когда медитирую. Уголочек с блокнотами. Там я записываю разные рабочие моменты. Комп у меня сейчас в активном режиме. Потому что я резко захотела снять вам такое вот видео и вам показать. Комнатушечка вообще на самом деле очень маленькая. Она небольшая. Вот это вот мне не совсем очень нравится. Скажу честно. Но по-другому никак. То есть мне некуда ставить декладильную доску. И пользуюсь я ей часто. Поэтому я решила ее не складывать. Вот в таком формате. И по поводу гардероба. Мне нравится то, что он открыт. Хотя моя мама говорит, не показывай. Я говорю, мам, ну как? Почему я могу не показывать то, где и как я живу? Мне кажется, это очень даже правильно. Кстати, по поводу вот этого комода. Я вам не показала и не рассказала. Я его заказала там же, где и вот этот вот бьюти стол. И он мне очень нравится. Здесь у меня лежат всякие такие побрякушечки разного рода. Я, кстати, очень люблю часы свои Apple Watch. И к ним я докупаю разные наушники. Я докупаю к ним ремешки. А к ремешкам я покупаю чехлы. И получается такой как бы наборчик. И у меня, вот как вы видите, здесь много чего лежит. Вот, это чехла тоже смотрится очень классно. Вот, и опять же ремешки. Они у меня разные, разные, разные. Все они мне подлежат. Я могу сделать отдельное видео и показать, что у меня здесь находится, если хотите. Кстати, вот корзинка, штатив. Это, знаете, все, что вот первое необходимо. Это корзинка, подарок моей, можно уже сказать, подруге, да, фотографу. А на нее был день рождения, я никак не могу довезти. И просто как бы ее так чуть-чуть поздравить. Тут шампанское и разные бьюти-штучки. Вот. Вот такая вот у меня комната. Она небольшая, но для меня очень уютная и комфортная. Конечно, хочется быстрее переехать в свой дом. И показывать вам уже то, как я хочу жить на постоянной основе. Но на данном этапе так, и когда мы сюда приехали, здесь, кстати, не было потолков. И вот я сделала потолки, купила люстры. Все потихонечку-потихонечку мы доделали, и вот обживаемся. Как я уже говорила, эту комнату я перевезу. Все будет по-другому вообще в том доме находиться. Это будет спальня мамы, и вообще этот домик как бы мамин. Но пока мы живем здесь все вместе. Я, видите, заняла большую часть места. У меня целая комната. Но как приходит утро, пробегают ко мне детвора. И на моем канале вы могли видеть ожидания реальности, как, в принципе, происходит, наверное, у каждой мамы. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Может быть, какие-то штучки интересные вы для себя заприметили. Заметили, и я с удовольствием вам расскажу, где, что, может быть, прикупить. Вот, например, подставочки для кисточек. По поводу, может быть, каких-то моментов, какую-нибудь идейку вы взяли для себя. То есть мне нравится то, что здесь такая как подставка, и там свечи, и там книги. То есть, знаете, как мой отдельный мир, вот в таком формате, да. Вот этот вот уголочек я бы хотела спросить у вас. Чем бы его дополнить? Вот у меня эта ваза обычно пустая. Не очень часто мне дарят цветы. Я надеюсь, что это будет чаще. Хотелось бы. Вот. И что в эту вазу можно было бы положить? Когда Новый год, я кладу туда, у меня есть такие шарики, и они тоже светятся. Ну, а если, например, не Новый год, то, может быть, какая-то идея будет. Можете ссылочки мне накидать или просто рассказать. Буду очень благодарна. И, кстати, у меня тут есть ловец снов. Вот, он над головой висит. Я, кстати, сплю на диване, он раскладывается. Диван не кровать, но что поделаешь. Есть как есть. И, кстати, вот там вот у меня очень много разных блокнотов. Они все разные, и там разные темы. Есть личные темы, есть темы мечты, есть планы. Есть там, где я пишу просто мысли каждый день и так далее. Вы так делаете или нет? Говорят, что это очень полезно и очень как бы надо для того, чтобы наши планы и мечты реализовывали. Вот такое вот видео у меня получилось. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх, делитесь с подругами этим видео, шерьте его. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также на Инстаграм. В Инстаграме жизнь прямо здесь и сейчас. Все, с вами была Аня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok